Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания. Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Девчонки, сегодня снова будет продолжение темы о похудении. Я очень получила много вопросов. Некоторые даже написали так, что уже каждый второй на YouTube в интернете говорит про интервальное голодание, а ты вечно худеющая, даже не поднимаешь эту тему. Поэтому спрашивайте также, что думает об этом методе мой диетолог, что думает об этом методе я, использую его я или нет. В общем, девочки, начнем с того, что интервальное голодание, вот как я это вижу и как мне сказала моя диетолог, это в принципе поменялось только терминология. Раньше говорили просто не ешьте после 18 и вы будете в норме, в порядке, будете стройная, красивая и молодая. И сейчас, чтобы создать, наверное, какую-то новую тенденцию веяния, моды и так далее, в общем, создана вот эта фраза, о которой мы сегодня будем с вами и говорить. Интервальное голодание – это хорошо. И если вы смотрите сегодня не мое первое видео, вы также знаете, что я неоднократно говорила, что я не завтракаю и не ужинаю после максимума 19 часов. Обычно мой ужин, он уже заканчивается в 18 часов. То есть получается так, даже если ты прекращаешь есть в 7 вечера и твой следующий прием пищи на следующий день в 12, то получается интервальное голодание в течение 17 часов. Вообще, как мне говорила врач, это не просто специалист по питанию, это человек, который действительно занимается проблемами метаболизма, проблемами людей, у которых повышен сахар, диабет, ну, в общем, эндокринная система далеко не в порядке. Так вот, что она мне сказала, что интервальное голодание, оно полезно не только для тех, кто хочет похудеть, поскольку в этот период, а идеальный вариант это 8 на 16, у меня получается где-то 17 часов, и в течение 8 часов вы можете есть, но, девчонки, внимательно слушайте и внимательно ешьте, потому что если вы будете в течение 8 часов уплетать котлеты с салом и все это закусывать копченой рыбой и вот такой вот булкой, то, естественно, последующее голодание в течение 16 часов, оно вам ничего не даст. И чем этот метод полезен? Во-первых, за период сна, когда вы не едите, и когда организм начинает работать уже в таком более спокойном режиме, снижается уровень сахара в крови, снижается уровень вредного холестерина. Также этот метод очень полезен людям, у которых, вот знаете, есть такой диагноз «ленивый кишечник». То есть, когда вот ощущение, но я думаю, это многим знакомо, когда вы поздно поужинаете, у вас такое ощущение полного забитого живота, и вы ворочаетесь, не можете уснуть, то есть пища у вас не переваривается. И если вы ужинаете рано и ложитесь спать поздно, где-то после, ну, чтобы после ужина прошло 5-6 часов, то, естественно, такого ощущения тяжести в животе не будет, поскольку ваша пища, она уже начала перерабатываться в тот период, когда вы ходите, когда вы движетесь, а не тогда, когда вы спите. Про мои диеты. Я именно вот такой вот режим питания использовала, когда я худела вот за вот эти 3 месяца, с сентября по декабрь, когда я похудела на 16 килограмм, то у меня, в принципе, помимо того, что сам режим питания был очень ограниченный и очень хорошо сбалансированный, то еще и был вот этот вот период спокойствия, то есть когда организм перерабатывал жиры, и, наверное, вот это все в комплексе, и прогулки, и спорты, и добавки биологические, все вот это вот, оно и помогло мне похудеть абсолютно без каких-либо стрессов, без каких-либо там, знаете, как срывов, что ой, там хочется поесть. Ну и, конечно же, опять, если вы смотрите меня сегодня в первый раз, хочу сказать, что у меня один раз в неделю один прием пищи, это может быть даже поздний ужин с вином, но у меня существует вот такой вот загрузочный день, когда я ем все, что я хочу, независимо, какая калорийность, какой размер или вес порции, или какие продукты, которые мне, в принципе, нельзя, кроме сахара, конечно, сахар я не употребляю, потому что у меня был сахарный диабет, и я стараюсь, конечно, с этим больше не шутить. Но что касается жареного, копченого, каких-то соусов или там спагетти, сыра, я позволяю себе даже какие-то молочные продукты, от которых я в обычной жизни, вот в течение недели я их не употребляю. Я могу есть и торт, и шоколад, и все на свете. Но следующий день у меня будет, после загрузочного, он будет у меня такой более легкий. Естественно, если ужин был поздний, я никогда не поздно ужинаю, мне очень тяжело завтракать. И, естественно, после такого ужина я могу даже на следующий день сесть за стол только часа в два. Может быть, это, конечно, плюс моего организма, что вот, ну, мне легко. У меня нет, многие вот мне пишут, Лиля, что делать? Вот у меня утром дикий голод. Вот даже наша старшая дочка, она по утрам, она готовит яичницу, какой-то сандвич с ветчиной, обязательно круассан, свежий хлеб. Ну, в общем, она без плотного завтрака не может. И я знаю, что многие из вас мне также пишут. У меня как бы наоборот проблема заставить себя поесть. Поэтому, как бы, у меня это интервальное голодание, оно присутствует уже, ну, сколько, считаете, лет шесть, как после операции мне сказали, что для того, чтобы уровень сахара снижался, и чтобы, как бы, метаболизм работал быстрее, чтобы обмен веществ нормализовался, то лучше не есть после шестнала, после восемнадцати часов. И еще, поскольку у меня склонность к отекам, я стараюсь, как бы, при интервальном голодании, разрешается после восемнадцати-девятнадцати часов пить травяные чаи, там, кофе, там, какие-то, ну, воду, напитки и так далее. Ну, конечно, без сахара, без калорий. Я стараюсь этого не делать, потому что я знаю, что даже если я выпью где-то часов в восемь-девять вечера стакан или два стакана обычной воды, то утром я проснусь с вот таким вот лицом, с вот такими отекшими руками. В общем, воду я также стараюсь после девятнадцати часов не пить. Но в течение дня я стараюсь впивать не меньше двух-двух с половиной литров воды. Летом и того больше, потому что жарко, потому что как ни крути, мы потеем. И именно уровень воды в организме нужно пополнять. Так что, девочки, вот интервальное голодание мой ответ на ваш вопрос. И да, еще спрашивали, вредно это или нет. Ну, девочки, ну, вредного здесь, я думаю, ничего нет. Конечно, голодание в течение суток, двух, трех, а то и недели некоторые голодают. Это нужно делать только под наблюдением врача. И вообще, ну, мне кажется, что вот такое вот... Многие, конечно, говорят, что это очищающее голодание, что это очень полезно, что это помогает очистить и стенки сосудов, и кишечник, и все на свете. Но я как бы не сторонник таких вот драконовских методов. Я стараюсь лучше меньше съесть, но съесть, чтобы организм получил и витамины, и какие-то минералы, и плюс энергию, калории, а не так, что тебя шатает вот так вот. Но ты там потерял 2-3 килограмма. Мне кажется, что после вот такого голодания, наоборот, потом организм начинает накапливать жиры. И, ну, не знаю, конечно, у каждого свой выбор. Я ни на чем не настаиваю и не говорю, что нет, нет, не голодайте. У каждого свое мнение, но я не сторонник именно вот такого длительного голодания, а интервальное. Очень даже использую, и вредного в этом ничего нет. Еще, девочки, очень много от вас приходит вопросов про таблетки. Пью ли я их до сих пор? Нет. Я уже повторяла, говорила об этом и в Инстаграм писала. У меня даже девочки просили, у меня даже нет коробочек, чтобы вам сфотографировать и показать. Я писала название и давала там ссылки на фотки, где когда они у меня были, и видео есть, что вы можете посмотреть. Но их я не принимаю с декабря месяца. Это уже прошло середина декабря, да, где-то. Да, где-то у меня их хватило ровно, и то последний месяц, вот декабрь, я их, я принимала сентябрь, октябрь, ноябрь. И где-то до 10 декабря я их принимала уже не ежедневно, не два раза в день, в общем, не по инструкции. Просто, чтобы как бы плавно выйти, это как вот из состояния голодания или состояния диеты, чтобы это не был резкий такой, что ты принимал вспомогательное средство, а потом резко отказался, и организм не понял. В общем, где-то вот так вот у меня, ну, даже максимум до середины декабря, даже если взять половину декабря, январь, февраль, март, и сейчас апрель, это получается уже 3,5 месяца. Я ничего не употребляю, и как бы вес очень хорошо. Я тоже переживала, как и многие мне писали, «А, ты бросишь их пить, и ты, мол, ещё больше станешь». Вы меня видите, как бы, слава Богу, больше я не становлюсь, и вес не поднимается, что очень-очень важно. Ну, конечно, я не стала есть больше. Я питаюсь, в принципе, также, конечно, количество порций немножко больше, чем когда в период, когда я очень старалась похудеть. И могу позволить сейчас себе немножко, например, не одну галету, а две галеты. Или эта галета не просто там с каким-то огурчиком, а это может быть галета и с конфитюром. Но конфитюр, конечно же, там, где сахара не очень мало, он там меньше. Но я показывала также эти баночки, всё показывала абсолютно. И могу иногда даже не пройти 10 километров в день. Говорю вам честно, потому что, когда я худела на протяжении, да, где-то вот, ну, наверное, до, да, до поездки в Украину, до конца января, я ежедневно дома, не дома, но у меня было вот так вот 10, 11, 12 километров в день стабильно. Сейчас у меня получается и 8, и 9, 10, но не больше 10. И то не каждый день. Так что, девочки, ещё вот тоже вопрос такой был, что нужно для того, чтобы начать худеть? Мне кажется, вот, ну, я уже много периодов прошла, много диет использовала, поменяла нескольких диетологов, поменяла множество диет, множество способов, чего я уже только не перепробовала. И я пришла к одному, что, когда ты хочешь похудеть, вот, нужно психологически решить и себя настроить на это. Не так, что, да, я хочу, да, я начну завтра, да, я начну с понедельника, а просто настроиться, вот сейчас решила, и всё, ты отказываешься уже сегодня от ужина, или этот ужин у тебя будет протеиновый, или это будет лёгкий салат, но не откладывайте на завтра. И пока вы сами, вот, в своём мозгу, в своей голове не поставите себе эту цель, и психологически себя на это не настроите, то никакого похудения, мне кажется, ну, как, конечно, если вы будете там себя тренировать и есть там два яйца в день, конечно, похудеете, но ненадолго. Самое главное, чтобы ты был уверен, и чтобы это было действительно целенаправленно, а не просто, как говорится, бла-бла-бла. Так, ну что, девочки, в принципе, всё на сегодня. На ваши вопросы, на основные ваши вопросы я ответила. Также просили меня снимать видео тарелочек, рецепты, и так далее, всё это будет, но периодически не так, что я не собираюсь как бы трансформировать свой канал таким, какой он есть на сегодняшний день, чисто вот для канал, для худеющих, или на такой, что тут будут только диетические рецепты. На канале будет всё. И похудение, и рецепты, и прогулки, и какие-то болталки. Ну, в общем, ничего менять не собираюсь, но бросать вас в этом нелёгком, но очень таком нужном для нас женщин деле, как похудение, я не собираюсь. Так что, девочки, я с вами. Надеюсь, что вы также останетесь со мной, и буду вас ждать в моём новом видео на канале Лилия Франс. Пока-пока!